Прошедший год запомнится жителям Янтиковского района успехами в области сельского хозяйства. Высокий сбор зерновых культур, объемы производства молочной продукции. Этим сумели отличиться сельские фермеры. И впереди у них большие планы. С рабочим визитом в Янтиковском районе побывала наша съемочная группа. Бренд Аконт Агра хорошо известен в Чувашии и за ее пределами. Причем в прошлом году им был присвоен знак качества «Лучшее детям». В настоящее время фирма специализируется на выпуске молочной продукции, перерабатывая в день около 14 тысяч литров сырого молока. Но уже с февраля ожидается расширение. Планируем наращивать ассортимент продукции. В этом году идет у нас уже разработка разных видов сыров. Планируем разные виды. Ну, тоже примерно в апреле месяце, в апреле месяце новые виды продукции будут. Наверное, в количестве примерно двух-трех видов. Небольшие проблемы пока с сырым молоком. Его, по словам директора, пока не хватает. Приходится закупать на стороне. Но у производителей в том же Янтиковском районе. Житель деревни Новая Ишина Сергей Хумышев сумел своими силами построить фермерское хозяйство на месте когда-то развалившегося колхоза. Начал работать в 2008 году. Сначала тут ничего не было. Мы потихонечку начали строиться, начали закупать коров. Сначала одну фирму построили, потом вторую. Сейчас вот третья собираемся потихонечку. Работаем. Отец Сергея – бывший председатель колхоза, мать – ветеринар. Неудивительно, что и сын потянулся к сельскому хозяйству. Начал с 50 коров, а сейчас их уже 150. К тому же фермер планирует удвоить количество животных. Кроме молочной продукции, на ферме также имеется 8 единиц различной сельхозтехники. Ее подготовка к посевным уже началась. И ферма Хумышевых – не единственное сельхозпредприятие в районе, где работают не покладая рук, поэтому итоги года выглядят убедительно. 2014 год для меня запомнился хорошими, большими успехами работников сельскохозяйства. В прошлом году мы получили валы из борзин новых культур – 17 700 тонн. И картофеля – 11 500 тонн. Это для нашего района большой показатель. Выросло и производство молока. Если в прошлом году с каждой фуражной коровы было получено около 5000 килограммов молока, то сейчас уже есть хозяйства, которые перешагнули и 6000 рубеж. В этом году фермеры ожидают не меньшие показатели. Екатерина Абрамова, Елизавета Зайцева, Николай Яковлев, Республика.